15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. День, когда последний советский солдат покинул территорию данной страны. Каждый год в эту памятную дату, причастные к тем событиям ветераны боевых действий, главы администрации и жители Краснокамского района собираются у мемориала воинам-интернационалистам. К собравшимся, а в первую очередь ветеранам-афганцам, обратился глава администрации района. Дорогие воины-афганцы, воины-интернационалисты, главы сельских поселений, руководители общественных организаций, земляки, гости нашего праздника. А это на самом деле праздник, потому что 35 лет назад под руководством Громова контингент советских войск победно вышел из республики Афганистан. Выполнив все поставленные задачи по обороноспособности и защите нашей Родины. Именно благодаря вашему воинскому подвигу были укреплены границы нашего государства на юге. В парке Победы села Никола-Березовка состоялся митинг, посвященный Дню вывода войск из Афганистана. Разделить эти моменты с краснокамцами приехали гости из Уфы, представители госсобрания и общественных организаций. Мне приятно быть у вас в гостях на вашей земле. Знаю, что район действительно славится своим потенциалом, своими героями, которые участвовали как в Афганской, потом на Северном Кавказе. И сейчас многие ваши земляки принимают участие в специальной военной операции. К сожалению, человечество пока не научилось жить без войны, поэтому мы должны вставать на защиту Родины. Время тогда выбрало нас. Я думаю, что и сейчас мы также, наши ребята, выполнят с честью свой долг вернуться с победой. Счастья с тем, здоровья и с памятной датой. Сегодня, как никогда, оказывается всесторонняя помощь участникам боевых действий, как со стороны государства, так и со стороны населения. Не остаются в стороне и краснокамцы, поддерживая своих земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Участники митинга возложили цветы к мемориальной плите, почтили память погибших, которые навсегда останутся в наших сердцах. Так куда ж вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас? Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, составляя в унисон звучать сердца. Продолжилось официальное мероприятие в Историко-Краеведческом музее. Ветераны боевых действий, воины, интернационалисты были награждены благодарственными письмами и сертификатами от администрации района, а также медалями за заслуги от Союза ветеранов Афганистана. Собравшиеся, вспоминали свою службу, боевых товарищей, поднимали темы патриотического воспитания молодежи, развития гражданской ответственности, поддержки ветеранов боевых действий и многое другое. Очень грандиозное мероприятие такое, на высшем уровне, скажу я, подготовленность и те моменты уважения тем ветеранам афганской войны, которые отстаивали интересы нашего тогдашнего Советского Союза, нашего государства, нашей Родины. И, конечно же, они пришли, каждый из них, победой на плечах. И именно на примере тех афганцев воспитывались уже наши поколения, которым пришлось уже непосредственно отстаивать Россию на рубежах Северного Кавказа с международным терроризмом. И сегодня в наших плечах, именно молодых, пустяних ветеранов, забота о них же и забота молодых поколений, которые мы должны воспитать, любовь к Родине, верность воинскому долгу отчизне. Завершились мероприятия в честь Дня памяти о россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, чьи эпитием. За 10 лет войны через Афганистан прошло около 620 тысяч советских военнослужащих и гражданского персонала. В этой дате отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров.